Здравствуйте, мои хорошие! Мегагерцы уже на подходе. Вот-вот осталось буквально пару лет. А сегодня мы играем в бессмертных третьих героев. На шаблоне Джебу Сауткаст с одним героем. Против великолепного сэра Троглодита. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Яма. Сильная, мускулистые лорды охаживали плетью чертей, бесов, гогов и прочих низших созданий. Всех, кроме демонов, пасущихся недалеко у подножья Огненной горы. Таков был указ Мариус. Не подумайте, демонесса знала толк в порке, наказании, доминировании и активно применяла эти навыки для всех обитателей ада. Кроме рогатых. Мариус знала еще с девичества, что кровь у демонов особенная. Она хранит в себе ту самую могучую силу преисподней, которая и дает рогатым их свирепость, ловкость и выносливость. И ни в коем случае нельзя тратить такую ценную эссенцию на какие-то увеселения. Однако остальные коллеги-еретики не спешили пользоваться методом бывшей подруги Калха. Все-таки совладать с разбушевавшимся демоном без плетьей или кольев получалось не у всех. Лишь Мариус знала подход. А секрет был прост. Бычкам нужен свежий воздух и правильно подогретый на обед бес. Конечно, такая мысль не придет в голову ни единому владыке ада. Однако, к великому сожалению демонессы, в последнее время петлорды стали докладывать о недосчетах голов в рядах демонов. Да, бывает у рогатых характер распаляется и быть по тасовке, но тогда хотя бы останки какие-то находились. Один фамильяр предположил. Может они в вулкан ныряют на спор? Мы так с друзьями делали один раз. Правда, друзей с тех пор у меня и не осталось. Мариус ответ не устроил. Она прогнала фамильяра обратно в ад и пошла своими глазами посмотреть, что же там у подножья происходит. Глубокой ночью Мариус увидела, как очарованный вампирской магией демон послушно следует на восток. Некроманты, значит? Слух прошипела Мариус. Но это ненадолго. Ну, сыграем. У нас Мариус. В простонародье для друзей и коллег, конечно же, Машка. На рогатых демонах специализируется и очень отважная. У нее, видите, даже значочек есть. Видимо, за какие-то заслуги, наверное, перед инфернечеством. Хотел сказать, отечеством. В общем, да. И что мы видим? Что мы видим? Ну, видимо, нам направо ко второму замку, чтобы там подзакупиться. И вот сейчас вы видите, как я поднимаю опыт в, казалось бы, сундуке. Бери деньги! Ты чего? Это вот новая тактика такая некоторая. Надеюсь, вы сейчас поймете, в чем разница этой тактики по ходу игры. В основном беру теперь опыт, чтобы побольше было характеристик, чтобы побольше было второстепенных вот этих вот умений. Как можно больше их прокачать, как можно быстрее. Тактика как раз заключается в темпе. Сейчас вы все увидите. В целом, потихоньку. И строю префектуру. Но в дальнейшем планирую не строить муниципалитет. То есть не как обычно у нас происходит. Там выстроить цитадель, замок, муниципалитет, капитули. Давай, давай, все строить. Не, у нас сейчас теперь главное это темп. Не терять ни единого лишнего хода на собирание всяких лишних ресурсов. Вот сейчас, кстати, золотишку мог не подобрать, но пожадничал чуть-чуть. Не буду, конечно, жадничать, конечно же. В старые привычки никуда не деваются. Но вот, кстати, обзорка была очень приятной на пути к второму замку. Смотрим коробка 2049. Волки. Сложно. 2049 сатиры попроще. Очень сложно пока что горгоны. Вот 5099 алебарщиков. Это как раз то, что надо. Но смотрите, как они находятся. Там все перекрыто, и нам нужно идти через ушастых, или через птиц, или через тех же сортиров. Вот. Поэтому пока не знаю. Пока не знаю, как я буду решать. Там еще, по-моему, коробка с черными рыцарями. Авось, как бы. Я не ошибался. Так. И три собаки потерять. Ну, подождите. Нет, собачки мне нужны. Пускай и три, да, они ничего много не делают. Ну, вообще, как такой отвлекающий фактор, или подзакрывающий фактор. Они же такие двухклеточные. Поэтому удобненько. Удобненько. Прячу немного гогушку. Хоть и, конечно, стрелок из него, ну, как бы... Эх, и ладно. Вспоминаю, конечно же, меч и магию, где эти гоги отвратительно неприятные создания. Они так же стреляют и огненными шарами по всей твоей партии. А когда ты их убиваешь, они еще и взрываются, нанося урон огнем вокруг всем. Ай, зачем? Зачем собаку кушать? Да вы чего? Тут такие бесики стоят. Не надо. Это у них был какой-то хитрый план. Или у них есть какое-то... Может, у них такое глубокое уважение к своим младшим братьям. О, 11 чертей. Нормально. Так. Так, ну, что ты там? Жив-здоров? Ну и хорошо. Угу. Снимаем отмашечку отсюда. Встаем, типа... Так, закрываем, как бы. И ударяем. Не знаю. А пока вставать, что ли? Не могу убивать седьмого, потому что... Потому что он откроется тогда. И... На Гога дойдут. Или что-нибудь еще такое. О, смотрите, какой... Мощный бес у меня. Впрочем, черт нас вышел и победил. Так, продолжаем кусать собаку. Мне это не нравится. Но вроде их уже осталось совсем немного. Давайте попробуем сохранить нашего шарика. Или как его назвать? Шарик его так не назовешь. Он больно... Больно худощав для шарика. Вот. Взяли опыт и, видите, сразу нам дали тактику. И вот, как вы думаете, с тактикой уже будет совсем по-другому. Игра пойдет. Вот. Поэтому да. Так, давайте провал. Люблю строить провал. Хотя там, по-моему, была префектура. Надо было ее, наверное, строить. Ну ладно. Не суть важна. Не суть важна. У нас игра не про экономику теперь стала. У нас игра про битвы. Про темп. Поэтому иду вперед. Как можно быстрее. Пытаюсь захватить центр. Приятная попалась площадочка для битвы. Тут всякие рвы. Которые мы, конечно же, воспользуемся для подманивания торглосиков вниз. Они пойдут по запаху. Возможно, кто-нибудь, не знаю, оступится в этот провал. Было бы неплохо. Но нет. Но нет. Вспомнил, кстати, как раз про Гогов. Вот интересная-то механика взрывающихся отрядов. Почему ее нет? Геройчиках. Не помню. По-моему, ни в каких нету частях. Так, чтобы, когда у тебя погибает отряд, он взрывается. Это же офигенная механика. По-моему, было бы неплохо. Если бы как раз-таки вот эти самые Гоги, у которых как бы это по лору прописано. Если бы у них как раз был вот этот вот ответный удар. Как у Эфрита почти. Да, типа. По-моему, все сходится. По-моему, все сходится. Надо написать разработчикам охоты. Добавьте взрывающихся Гогов. Так. Строить псарни здесь? Или что? Вот, кстати, вопрос. Там нас ждет очень неприятные битвы. Да. Ну, собака не сильно меня спасет, мне кажется. Но есть, например, Гоги вот здесь. Да, смотри. Вот мы здесь проходим. Духи океана страшно очень боюсь. Вот здесь хотя бы есть проход, да? И бить надо будет сатиров. Возьмем камень. Тоже все очень удобно. Все очень удобно, если мы пробьем 2049 сатиров. Как пробить 2049 сатиров? Наверное, нам нужны лучники. Гоги, конечно, я уже повторяюсь. Но. Так себе лучники. Но почему бы и нет? Смотрите, мы сейчас прокачаемся. И у нас будут уже такие огнеметчики такие. С огненными шарами. За пазухой, по-моему, неплохо должно быть. Двадцать восемь гогов. Мне кажется, нормально. Блин, но все равно как-то... Там 2049 сатиров. Если их там 40... Плюс... Че-то чую, меня будет ждать провал. Вот этот вот неулучшенный, который я построил. Многие воды у нас есть. Ой, в смысле воздуха. Так, не разгоняюсь, кажется, я здесь. Камешек беру. Вот видите, очень выборочно я хватаю ресурсы. Далеко не все. Далеко не все буду хватать. Ну, в общем, там, как говорится... Я бы сказал, с богом. Но, типа, мы не там находимся. У нас инферно. С дьяволом, значит, там это... Ни пуха, ни пера. А, как говорится, к ангелу. Да. Каламбуры. Каламбурю, потому что волнуюсь. Каламбурю, потому что волнуюсь. Думаю... Ну-ка, может, опыт какой-нибудь, да? Ну, че-нибудь... Ну, давай. Ой, хорошо. Тактика мне не поможет. Логистика мне поможет. Золотая шахта вкусна. Но если протеряюсь в битве за золотую шахту, я боюсь, на сатирах я точно не выжил. Отступить. Ну, я предполагал. 21 убил автобой. Сколько их тут всего? Ух ты! 7ю 6. Че-то там какие-то цифры, математику я уже забыл. Сколько... Там таблица, помните, была сзади... Кто учился? Сзади на зеленых тетрадках там была вот эта таблица. Умножение. Я сейчас ее пытаюсь вспомнить, пока говорю еще по этому. Ну, в общем... Короче, тут много, много. Было бы еще 7, было бы 49. Ну, то есть, получается... Ну, как тут 40. Черт возьми. 49 минус 7 будет 42. И еще плюс... И еще вот плюс 1. 43 их получается, что ли? Ну, как видите, тут 6 их стеков. 6 отрядов. Не 7. Че-то как-то это... Че-то стрёмненько мне. Че-то стрёмненько мне. Ну, давай, собачка, будем отманивать всех этих моральных сор... Ну, в общем, их, да. Подождем, подождем. Сейчас они как-нибудь встанут в кулачок. И будем... И будем... Типа можно, наверное, отмашку снять, да? Отмашка. Отмашка вдвойне сильней, если тебя зовут Машка. Так, опять к ламбурю. Ну, все, значит, совсем разволновался. Давай, Саша, соберись. Соберись. Бьем вроде так это там по одному, по два вроде. Ой, ты мой хороший. Ой, ты мой хороший. Это было очень хорошо. Смотрите, как красиво. Вот не зря, не зря я гогов этих прокачал. Абсолютно не зря. Мы сейчас, по-моему, убили 4 сатира. Вообще же кайф. Собаку, думаю, отдам сейчас на съедение. Ой, даже так, блин. Я не хотел, чтобы верх не уходил. Или хотел. Сейчас посмотрим. Очень хочется ударить. Ну, так они вкусно стоят, смотрите. Ну, либо так я ударяю, либо по двум на прямой стреле. Да, то есть, типа, это одинаково будет по урону. Поэтому, по-моему, это успех. Плюс, значит, этот... Ага, моральку дальше еще вешаю. Плюс, чем больше цели, тем больше возможность разброса. Ну, в общем, я пытаюсь думать насчет этих теорий вероятности. И... Ну, как-то, блин, не знаю. Как-то там оставаться будет. 4 отмашку дадут. Хорошая. Снять заклинание не могу. А почему не могу? Интересно. Почему не подействует? То есть, моральку нельзя снять. Заклинание. Ну, может, я еще такой... Ученик магии воды. Поэтому ничего не знаю. Не умею. Так, ну, тут вот. Вот, тут сейчас по двоим будем стрелять. Это будет самое логичное решение. Потихонечку уменьшаются сатиры. Мне нравится, что они не прям активно моралятся. Да. Все, я понял. Хорошо. Хорошо, я заткнулся. Так, хорошо, что он бьет... Хорошо, что он бьет демона или нет? Сейчас я думаю. Так, черт подери. Нас окружили. Слушайте, а мне кажется, это конец. Так, ой, как... Вот сейчас бы... Вот не было бы этого вот закрывающего чувачка. Я бы сейчас как бы стрельнул. А получится у нас его... Нет, не получится. Че, мне бить в ближнем бою, когда там такая вкусная... Такой урон. Так, первый ходит вот этот как раз. Если встану вперед, он не пройдет к когу. И я, по идее, смогу выстрелить. Ух, смотрите, можно по двоим или по троим сразу и демона потерять, да? Ну, тогда я откроюсь. Ну, так вкусно. Ну, так вкусно выглядит удар по троим. Не знаю, даже пока не знаю. Так, давайте думать. Сейчас начинается очень все нервно-серьезно. Наверное, так будем экономить войска. Хорошо, что он... Хорошо, что... Вот хорошо, что у них есть вот это вот каст моральки. Потому что если бы они сейчас просто пошли все и били бы меня, я думаю, они бы быстрее справились. Так, надо бежать как-то. Нас сейчас здесь забьют ногами. Копытами даже, я бы сказал. Ёлки-палки, что делать-то? Есть еще мана, кстати. А что маной можно? Стрелку какую-нибудь бахнуть? Не знаю, не знаю, что делать. Но вот одного я вот там типа убиваю, да? И стою. Отлично. Демон сказал прощайте. Я не верну. И что, сейчас... Хорошо, что бесики есть. Сейчас они пока на них могут отвлекаться. И я, может, на моральку буду надеяться, чтобы убежать хотя бы. Черт, бери, а что ж так... Что так прям драматично все? Два бесика, давай, держи. Отвлекающий маневр сработал. Ну, пока они там били беса, мы отошли. Так, ну вот этот меня уже он совсем расстраивает. Надо было экономить стрелки для вот этой ситуации. Как бы я сейчас здесь не ошибся. Они сейчас тут сморали, как мне сейчас все залетят. Двадцать два. И против... Тут еще их много. Ё-моё. Бей. Бьешь. Вот если бы он не ударил, представляете? Просто если бы компьютер научился этого не делать, он бы не ударил. И все. И я здесь ничего не делаю. А так у нас, смотрите, у нас как-то какой-то шанс даже появился. И он не доходит, да, сразу? И на нем даже моральки не висит. Ага. Ну, давай стрелять. Отлично. Фу, ё-моё. Ха-ха-ха-ха. О-о-о. Фу, даже пришлось какой-то перерыв взять. Так, я здесь. И у нас в коробочке. Ну, конечно. Очень сладко. Они еще и прокаченные. Вот этого я не ожидал. Я, честно, ожидал обычных двадцать, там, двадцать пять демонов. Я бы уже был доволен. Ну, раз у нас тут прокаченные, можно, наверное, и на погост сгонять. Могилки, так сказать, повскрывать. Хотя они тут уже, видите, вскрытые уже. Мы тут, как говорится, гости как-то незваные. Блин, вот обидно, что... Сейчас. Ну-ка, отлично. И как-то сейчас... Подождите, подождите. Сейчас у меня получается тут все без потерь это сделать. Ага, ну, ты бьешь сюда. Блин, нет. Ну, дружище, надо добивать такое. Так, что-то как-то это... Что-то опасненько. Убей. Что делать дальше? Ну, бью, понятное дело. И, наверное, стреляю. А что, у меня выхода нет. Тут надо урона наносить. Ты мой хороший, ты мой хороший. Ты только что себе сейчас отряду спас, наверное, магогов пять. Так, это хорошо. О, не доходит отлично. Слушайте, по-моему, магоги... Я что-то как-то пересматриваю свои взгляды на магогов. Магоги классные. Мне они нравятся. Смотрите, как они нас спасают и тут, и там. По-моему, прекрасные стрелки. Не знаю, что я на них гнал. Вот, наконец-то построил префектуру. Да, действительно. И врата демонов. Отлично. Следующий ход у нас уже, кстати, шестой день. Неделя потихоньку заканчивается. Но у нас 25 рогатых демонов. Мне кажется, нам все дороги открыты. По новой тактике я вижу какие-то улучшения характеристик и опыт. Я иду за ними. Потому что это очень важно. Как можно быстрее разогнаться в характеристиках. И для опыта как раз тоже так, думаю, побьюсь. Ничего со мной не будет. Магия огня? Не знаю. Магия огня против нежити брать, по-моему, бестолково. Плюс одна. Так, отлично. Так, идем дальше. И вот наша корабулька с там бесиками, чертиками. Не знаю кем. Кстати, смотрите, как удачно получилось. Доходил одну клеточку. Взял золотишко и все равно... Ой, там камень. И все равно доходил одну клеточку. Так, поехали. Думаю, здесь вообще проблем не будет никаких. Абсолютно. Ну как? 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 Нет, нет, нет. Давайте, давайте пробовать. Ну, смотрите, их по 34, кстати. И довольно крепенькие отряды там. Давайте, давайте не ошибаться. Давайте не ошибаться. Подождем. Отманем туда этого наверх. А здесь будем расстреливать потихоньку. Так, доходишь. Может снять отмашку. Давайте, давайте. Хотя 25 демонов. Может я так это не... Сильно не верю в своих... Да, да, да. Зря, зря. Мог вообще никого не потерять. Уходить. Мог вообще никого не потерять. Ну, да ладно. Вот главное сейчас тут не ошибиться и нажать кнопочку Г. Да, 100 бесиков. Это замечательно. Это замечательно. Очень приятные живые щиты. С собой 14. Нет, я думаю, мы потеряем одного. Вот таким прекрасным способом с тактикой. 0-1. Давай. О, хорошо. Хорошо. И еще одна кукла-шамана. Спасибо. У меня не так много вот этих вот врагов. Чтобы с двух рук в них, значит, вкалывать эти иголки. Нет, такого не будет. Угу. У вас сиглисты. И... Что-то их немного, кстати, совсем. И там еще объект, по-моему. Мне кажется, тут тоже будут какие-нибудь... Какие-нибудь бесики, наверное. Чертики. Ну, тоже хорошо. Тоже хорошо. Хоть я бы и хотел, чтобы это были... Ммм... Демоны. Ха-ха-ха-ха. Больше демонов. Так. Ну, давай сюда, наверное, отманиваешь. Подставил так специально, чтобы ему было неудобно проходить там сверху. Вот когда с двухклеточными дерешься, всегда стараюсь по максимуму использовать их вот это вот... Как бы... Их проклятие двухклеточности. Не убил. Это хорошо или плохо, интересно? Ммм... Наверное, хорошо. Так. Подойти, что ли, туда вот под вулкан встать? Ага. Давай. Ну и сколько? Четыре? Ну, конечно. Могу, наверное, ударить? Да. Я думаю, могу ударить. Не бояться. Потому что он пойдет в единичку. И все будет замечательно. Здесь выстрел. На! Вот так хорошо. А может... А, надо было, наверное, подождать. Угу. Ммм... И тогда бы можно было поменьше потерять. Ну, в целом, семь... Семь... Семь бесиков. Ничего страшного. Базовое нападение? Конечно. Сто процентов. Да, чертик, как я и подумал. Ммм... Из-за того, что, ну, ценность объекта, она такая довольно высокая. И Фритни. Ммм... Семьдесят девять. Уф. Уф. Вот была бы, кстати, прокачанная тактика, мы бы сейчас так просто. Мы бы потеряли, наверное, два бесика и все. Вот. А вот, к сожалению... Ну и вот останься где-нибудь там. Хе-хе-хе-хе. Ладно, ладно. Так, жалко, это не работает так. Но зато я знаю, что тактикой можно еще... На моменте тактики можно умереть. Я бы хотел это увидеть когда-нибудь. Как это происходит у вас? Вы деретесь против какого-нибудь замка, где есть ров. И у вас самая прокачанная тактика. И вы просто встаете в ров, выходите из него. Встаете в ров, выходите, встаете, выходите. Мне интересно, как это будет выглядеть, когда просто в тактике человек умирает, и как это вообще со стороны смотрится. Потому что ни разу еще не видел такого. Но... Ну, интересно. Если у вас есть, кстати, какие-нибудь такие видеоматериалы, пришлите мне их, пожалуйста, в комментарии. С удовольствием посмотрю. Может, у кого-то это было там. Такое. Так. Давайте следующий ход. Неделя закончилась. И смотрите. Мы даже захватили ифритню в конце недели. То есть план такой вот этот вот... Старые тактики даже выполнен. Но ифритов мы не построили. Но! Если раньше я бы такой... Ууу, жалко, не построили ифритов. Ну, все. Это провал и все такое. То теперь я вообще не переживаю, что мы не построили ифритов. Сейчас тут будет... Блин, вот эти вот опасные быки, честно. Их вот этот вот смертельный взгляд. Я его прям действительно боюсь. Прям. Я его прям вот очень опасаюсь. И... И быки эти для меня всегда выглядят крайне грозными созданиями. И, кстати, опять же, вспоминая там меч и магию как раз... Ой, как хорошо! Как вкусненько, да, получилось? Вспоминая ту же меч и магию, там эти быки тоже как бы не лыком шиты. Окаменят тебя в раз в один счет просто. Да, у них там окаменение есть с удара. И думаю, что-то потерять кого-нибудь. Наверное, отойти. Пускай подходят. Пускай пасутся, пока мы их тут расстреливаем. Ну, давай. Люблю. Чё-то прям нравится мне могу. И прям не могу. Так. Давайте. Один туда. Один к нам сейчас пойдет. Отлично. Отлично. Я бы с удовольствием снял от Машку и Фритом. Он такой у меня живучий. Не надо! Да! Ну вот видите, о чем я говорю? Даже одна дурацкая корова просто так берет и убивает мне демона. И теперь у меня не четверть демонов. Ну, типа четверть от сотни. А у меня теперь дурацких 24. А так была одна четвертая сотня. Как-то, кстати, интересно. Одна четвертая сотня. Как это называется или нет? Там десятина нет? Чем-нибудь такое. Четвертина. Короче, четвертина у меня была. Чертвертина. Блин, какой идиот! Ой, 25 собачек. Да, да. Ну, что-то такое я и ожидал, конечно. Побаивался. Этого всего. Ну, что страшного. Собаки тоже что-то делают. 20 рудей духов океана. Очень там вкусная, очень вкусная дубинка. Надо брать. И там еще и как бы золотишко еще есть. Думаю, все будет хорошо, но... Постараемся сейчас потерять поменьше. Несмотря на то, что битва все равно будет довольно-таки кровавой. Постараемся потерять поменьше. Так, куда тебя деть? Куда тебя деть? У меня слишком много разных войск. Вот, да. Одни прокачаны, другие нет. Так, ну что я? Что я могу? 5... Ну, 6 маны, 20 урона. Ну, это просто смех. Да давайте просто стоим. Постреляем чуть-чуть и подождем, как подойдут. Раз. Ну, стоим, стоим. Так, эти боятся ифрита, поэтому не подлетают. Ифрит боится птиц, поэтому тоже не подлетаем. Ждем. Это одна ударила, а вторые не полетели. А почему? А, потому что, наверное, ни до кого не достают. Или что-то в этом роде. Ну вот, на, тогда получай. Снимаем отмашку и врезаемся, вгрызаемся. Раз, два. Ну, так, не очень так, тем прям уверенно-то это все убивается. Можно собакой это доделать. Да. Подставил еще. Безо туда. Угу, угу. Ну, бьют, бьют, бьют. Ну, как хорошо, что есть вот всякие вот эти вот вкусные отряды маленькие. Потому что вот без них прям... Надо было добить. Без них прям очень тяжело. Начинают бить всяких... Важных тебе отрядов. Так, ну давай, все. Раз, давай, два. Сейчас эфирит еще как вжух и еще вжух. И вот... Ну, все, все, добиваем. Отлично. Ну, где-то половину мы от автобоя где-то сохранили. По-моему, где-то так. Так, беру, беру, беру. И дубина свирепого огра. Ух, 11 атаки. По-моему, неплохо. Ставлю Гога в центр. Это вот если их так вот расставлять. Если вам интересно, что... Вот он считает первые отряды слева направо. Вот так вот. То есть у нас стоял без самый первый. Он будет самый левый верхний. Потом второй справа. Потом идет тоже опять же слева направо. Три, четыре, пять. Ну, в общем, как-то так. Давайте бить гнома вблизи. Здесь что-то должно как-то отманивать куда-то. Интересно, сколько ударит песик. Песик много не должен, по идее. Вот жалко он, конечно же... Когда улучшенная собачка, она, конечно, много делает вещей. А еще если она под блессом, под благословлением, так она вообще благословленная. Адская собачка становится очень страшной. Два, пять. Да вообще у нас, знаете, замок, в котором благословление нужно практически всем. А особенно... Особенно дьяволу. Как бы странно это не звучало. Так. Ну, давай попробуем. Ай. Хорошо. Кукла шамана работает. Гном ощущает боль в локте где-нибудь. И ударяет меньше. Ну, я так себе представляю все время. Подождать, может быть? Да нет. Вот, да. И не встали они вдвоем. Так что все правильно сделано. Давай, давай, давай. Ай. Блин, ну вот. На собаку, конечно, рассчитывать не приходится. Не всегда приходится рассчитывать на собаку. Ну, ничего. Ну, ничего. Все. Мы вроде справились. И, по-моему, даже никого и не потеряли. Да. Замечательно. Стрельба. Я, конечно, люблю Гогов. Но не настолько. Не настолько. Вряд ли. Вряд ли они доживут до финальной битвы. Только если вдруг мы найдем какие-то пару коробок на там кучу Гогов. Тогда я их буду хранить как зеницу ока. Как зеницу Гога. И да. И да. Вот это очень приятный артефакт. Да, знаю, что мог бы, скорее всего, спокойно расправиться с этими ушастыми. Но мне по факту было лень сейчас это сделать. Так. Чуть-чуть тут подкрепимся. Немножечко возьмем войск. Прокачать демонов не могу. А было бы неплохо. Ну, тогда берем, что есть. Берем, что есть. Может, тогда, если не демонов, то... Кого-то... Кого еще могу прокачать? Чертиков 11 штучек. Смотри, 14. Ну, давай, давай. Классные ребята. Почему бы нет? Это мы возьмем на будущее. Где-нибудь мы их тоже поднакачаем. Вот там, кстати, есть как раз форт улучшения. Слушайте, а, наверное, надо и есть смысл, да? Идти налево. А ходов-то почти не осталось. Я только что заметил. И... Мне куда-то сейчас вырываться нет смысла. Давайте останемся. Ну, восстановим ману, да? Мы особо, конечно же, ей не пользуемся, но... Все равно будет приятно иметь 30 маны с собой. Ничего не придумаю здесь. Давайте... Вниз, как оно тут. Зажимаю правую кнопку мыши и двигаю карту. Очень удобно. И гномы. Ну, один фамильяр. Ладно уж, я думаю. Время не тратить. Свою автобоем воспользуемся. Ничего страшного. Так, кого прокачиваем? Все так, в принципе, довольно дешево. Кроме отродий. Шесть штук стоили так же, как прокачать 25 песиков. То есть, мы там умножили голову на три. Это стоило 2500 рублей. Или даже, я бы сказал, 100 рублей на каждого. То есть, по 50 рублей голова. Куда меня повело? В общем, да. Давайте следующий ход. 1-2-4. И мы идем бить очень крайне неприятных гражданинов. Но у нас есть быстрые собачки и быстрые эфриты. О, слушайте. Мне кажется, отлично вообще. Мы никого из целевых своих отрядов не потеряли. И это главное. О, да. Еще 25 демонов. Да-да-да-да-да. Очень хорошо. Очень хорошо. Нравится-нравится. Жалко, конечно, форт уже далеко. На холме, который прокачивает отряды. Но ничего страшного. Ничего страшного. Так, идем дальше. И вон там вот эта вот вкусная коробка есть. Посмотрим. А, здесь кочевники. Ну, тоже хорошо. 50-99. В принципе, неплохое количество. Просто если бы там было 10-19 черных рыцарей, это были бы кнутейщики 100%. То есть там одинокая коробка практически. Только рядом костерчик, который чуть-чуть тоже ценность завышает коробки. То есть, типа, занижает. Но ненамного. Так, 31 демон. Я думаю, вполне должны показать, сколько урона может нанести 31 демон. С 11 атакой и еще под предводительством Машки. Сейчас мы увидим мега урон. Надеюсь, надеюсь. Давайте выставимся хорошенько. Чтобы логушков наших как-то подзакрыть. Отлично, отлично. Угу. Так, ну и вот они разделились. Нижний пойдет вниз, верхний пойдет вверх. Раз, удар. 13, 17. Ай-яй-яй-яй. Фу, е-мое. Что-то, я думал, я думал, стопроцентно сейчас будет убийство. Что-то я, да, 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 не дорассчитал. Не да подрасчитал. Так, ну давайте раз отмашка снятая, давайте бить. И еще сейчас будем бить. Уже не так страшно. Я просто все время забываю, где кочевники стоят на, как бы, шкале опасности. Я думаю, что они такие, как бы, вроде, они вроде опасные, да? Они вроде, да, вот типа их стоит бояться. И все время, все время забываю, в какую сторону они, вот, помню кабанчики, да, у нас есть наездники на кабанах. Вот они прям совсем не опасные. А вот кочевники, не пойму они, вот, в какую категорию их относить. Ну, быстрые вроде, да. О, еще собаки. Да е-мое, ну хоть бы дали, ну дали бы 20, да не прокачанных бы, я бы, в смысле прокачанных, и было бы хорошо. Ух ты, коробка какая. И ух ты, коробка какая. Но мы сюда идем, да. Я не планировал, конечно, но надо сюда идти. Это надо все это брать. Я считаю, что повезло. Ну, так, наверное, подзакроюсь. Лучше, наверное, даже вот так, чтобы... Да, да, чтобы песик у нас мог один ходочек подойти, кусьнуть и отойти. Вот. Прокачаны они становятся крайне удобными. Для такой, как бы, атаки гарпи. Вот. Ох, как жалко, что он подошел после, да. Сейчас буду снимать отмашку. Ну, а что делать? И будем вырезаться. 7,9. Кстати, немного. Ай! Одного все-таки убил, да. Неприятно, неприятно. Так, давай двоих. Красиво сделаем. Красиво получилось. 1,2. Жух. Жух. Ну, давай бить, да. Я думаю, нормально. В целом получилось. Единственное. Ну, жаль, конечно же. Одного этого... Демонца было жалко. Одного. Ну, собаку не так жалко. Ого. Прокачаны у нас уже магия воздуха. Отлично. Еще демоны. Хо-хо-хо-хо. Да, да, да. На то я и, конечно же, и рассчитывал. Конечно же. Давайте группу Никсов также разберем. И получим, надеюсь, там еще демоны будут. Слушайте, ну и у нас вот под конец второй недели может оказаться даже 100, не побоюсь этого слова, демонов. Целая сотня. Здорово. Здорово. Давайте попробуем. Никсы опасные, крайне опасные ребята за счет своей, ну, как бы живучести и при этом... И неплохой атаки при этом. То есть они бьют хорошо и держат урон замечательно. Ну, вот 5-7, кстати. Хорошо. Ой, ты мой хороший. Все. Ну, все. Моралька все здесь зарешала. Зарешала. Так, в следующем номере нашей программы мы узнаем, что за коробка нас там ожидала. Ну, я прям... Я прям надеюсь на демонов. Прям очень надеюсь. Цитадель, да? Или озеро. Значит, не знаю. Ну, пригодятся. Ну, авось пригодятся. Ну, точно, точно хуже не будет. Так. Ну, и... Ну, что такое? Ну, почему? Ну, почему? Потому что там псарня стоит. Поэтому, типа... Да. Да, и Фрит вроде быстрее должен быть, да. Ну, разгонимся хотя бы в лесопилке. Ну, блин, обидно, обидно, что это были собаки. Не знаю, что с ними. Ну, быстро они теряются. Они, во-первых, так как у них нет ответной атаки, они считаются довольно-довольно сильным отрядом. То есть, у них такие довольно сильные уроны. Нет ответа. И... Враг, компьютер, да, он будет выбирать в цель чаще собаку. А то, что она еще и двухклеточная, ее еще и закрыть сложно становится. Ну, в общем, это столько-столько головной боли. За не прям уж таким уверенным уроном. То есть, надо еще блеск делать. Ну, в общем... Да, собаки, хорошо. Это хорошо. Но лучше бы все-таки это были демоны. С ними я точно знаю, что делать. А вот с собаками, не знаю. Как-то вот в отродии, да, смотреть. Чтобы с помощью них надемонить. Ну, даже не знаю. В общем, даже не знаю. Ох, как хорошо он кентавра купнул. Что у нас здесь? Бесенство. Но здесь нам больше интересна нагулька. Давайте. О! Как я люблю такое. Ну, вот знаете, вот под конец второй недели заходишь к 2049 Нака и с автобоем пробиваешь. По-моему, у нас все сложилось довольно-таки неплохо. Надеюсь, кстати, у Тимофея не так все хорошо. Я уж решил построить псарни, как вы понимаете. Потому что уже почему бы, блин, и нет. Так, давайте. Сейчас еще, наверное, деревяшку я возьму. Неделя ворона. Ух ты, классно. Я ворона, я ворона. На-на-на-на-на. Наверное, силу магии. Наверное, силу магии. Так. Деревяшку беру. Пригодится кого-нибудь сейчас там прокачать. Даже не смотрел, что у меня там слева будет. Но, наверное, и не посмотрю. Потому что у нас все, в принципе, есть для того, чтобы стремиться на главную охрану. Вот у нас 64 собаки. 80 демонов. Ну, мощно. Сейчас еще поднаймем. 8 тысяч, к сожалению. Не так много, как хотелось бы, да. И, ну, конечно же, будем демонов, собак и гогов. Это все наши, вот, главные наши передовые отряды. На кого хватило. Блин, кстати, а еще бы каких-нибудь этих малышей. Так, так, так. Один. Давай. Или так пойти. Или уж чем бы наменять. Не знаю, не знаю. Да есть смысл менять или нет. Или мне этих единичек, ну, в принципе-то хватит. Будет их там больше на 10 или не будет. Не знаю. Ну, короче, давайте уж. Давайте, давайте возьмем. Так, 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 так. Ладно, короче, давайте вот так. Ну, да, ну, да, ну, да. Все, вроде решил. Давайте идти. Время не ждет. Надеюсь, вот, ну, надеюсь прям прям, что вот мы прям совсем взяли этот темп за рога. И вот на 1.3.1 в начале третьей недели мы прям вот уже двигаемся к сокровищнице. Я таких темпов у себя вижу довольно редко. Тимофей тоже. Поэтому, надеюсь, какой-то элемент сюрприза получится. Так, ну, я не дохожу сейчас прям сразу до этого. До колодца и обратно. Ну, в общем, хочу взять еще этот свиток. Вот, и еще... Ого, кстати! Я думал, там будет там какой-нибудь городской портал или что-нибудь еще. Но тут клон. Тоже четвертого уровня заклинания. Возьмем дипломатию. Почему нет? Денежки нам уже не нужны. И клон! Это же очень хорошо. Нам, мне кажется, даже повезло в какой-то мере. То есть, да, был бы портал в город. Ну, у нас уже была бы возможность вернуться. Но! С клоном мы сейчас, кажется, здесь сэкономим наши потери на вивернах. Потому что вверх очень много. По 17 в каждом. По 5 штучек. Ну, в общем, думаю, будут потери. Так. Надо только их как-то подуменьшить. Простите, отвлекли. Я здесь снова. Клон. Давайте. По-любому это будет клон в демонов. По-любому. Здесь вопросов нет. Нет. Смотрите. 16, 17. Вот. Самое вот это самое. Любимое мое, конечно, это вот как сделать так, чтобы клоном ударить. И он не получил отмашки. О, кстати. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я думаю, на большее все равно наши 6 провальщиков не способны. А вот... Сейчас вот думаю, что с ними делать-то? Вот эти... Ну, есть у меня эти единички. Че мне? Снимать отмашки? Не снимать отмашки? У меня самый главный отряд это демоны, которые, ну, с одного удара убивают отряд. И смысл снимать эти отмашки как-то пропадает. А у второго отряда собак у них этот... Им и не надо. В общем, не знаю. Пока только просто, наверное, такой... В качестве филлера выступает демон. Чисто заполнить какое-то место. И вот я выбрал сделать так, чтобы подставить... И че теперь? А теперь с клоном какая-то получается глупость, да? Так, что-то мне кажется... Я тут натупил или нет? Смотри. Вот я поставил демона, чтобы не долетал никто до собаки, в случае чего, если я ударю. Опася! Давай-давай-давай-давай! Хорошо, хорошо. Ладно, с клоном тогда повременим чуть-чуть, да? Ничего страшного. Мы еще успеем. Просто я думал, клоном как-то ударить, как-то этим воспользоваться. Естественно, магоги... А-а-а-ай! А почему? Ну, а зачем? Ну, ладно. Так, погнали. Сейчас будем... Сейчас будем клонировать демонов. Ух! Давай, 16-17. Раз! Ой, ты мой хороший! Два! Сюда наверх ударил. Не-не-не, не надо. И как добил... Слушайте, ну, по-моему, потери идеальные. Лучше вообще не придумаешь. Продвинутые нападения нам не так нужны, как продвинутая тактика, так как мы оказались сейчас. Окажемся в сокровищнице, и там разведка очень нужна. Как раз вижу, кстати, за... Фух! Ну, поздравляю нас, мы в центре. Троглотитка, видимо, не в центре еще, потому что я смотрю на характеристики. Обычно, если там что-то, у него сразу там 20, 25, 30, 40 уже на третьей неделе, а сейчас что-то нет. Значит, у нас есть вера в то, что мы этот темп пережали. Ну, я согласился с потерей одного, потому что я их и так разделил на единички и планировал потерять. Не поднимаю это стекло, вот это стеклышко здесь, потому что ходы. Потому что ходы, помните, да? Каждый ход просто на вес бриллианта даже. Даже не на вес золота. На вес, вон, драгоценного камня какого-нибудь. Или ртути. У нас же ртуть, кстати, ценнее. Так что на вес ртути. А вес у ртути довольно тяжелый. Ну-ка, так, все, Саша. Опять ты волнуешься. Давай. Смотри, какие там классные артефактики есть. И минус это, и плюс то. Но! Но! Нам важно бежать в центр. 1-3-3 уже. И, честно, если бы вот не эти единички, я бы и не пошел за ними. То есть, мне просто очень нужны были какие-то вот такие вот феечки здесь или элементали. Чтобы были какие-то единички, да. Не все же из демонов-то это делать все. Поэтому пришлось забежать. А так, да. Я еще надеялся в коробке увидеть какие-нибудь интересные единички. Никак не подумал, что там могут быть маги. Так. Ну, здесь все без потерь должно быть. Просто надо будет аккуратненько все это сделать. Угу, угу. Ну, да. Так. Ну, давай сюда. Давай туда. По скорости у нас что? Вроде мы должны по идее первее ходить. Поэтому подхожу. Тут тоже значит подхожу. Могу куснуть. Могу? Нет. Пока бою. Ну, сниму на всякий случай. Ну, типа а что бы и нет? А вот феечку, ну уж не так уж ее и жалко. Одну. У нас еще 16 вон там лежит. Как раз. анекдот сразу вспомнил. Была обезьянка, которая с гранатой там игралась. Кто-то там удав у нее спрашивает. Ты че? Она же взорвется. Он такой ничего, говорит. У меня вторая есть. Вот. Этот старый анекдот я и вспомнил. Жалко, как собака не дошла до двух сразу. Он так драматично погибает все время, мне нравится Руки кверху и такой Нет, жестока судьба Слушайте, нам чуть-чуть везет, мне кажется, что прям по дороге Лежит золотой лук и книга воздуха Просто у меня такое обычно не случается Мне кажется, это везение и надо этим пользоваться Да, чародеи крайне неприятные граждане Потому что скастует какое-нибудь замедление Или там слабость, проклятие Вот проклятие для нас это вообще провал Да, хотя по идее мы же там легион проклятых должны быть Но нет, легионы проклятых здесь как раз такие нежить Она уже все время как бы проклятая Поэтому ее проклятить нельзя Хотя хочется развести полемику тогда А какого тогда, как говорится, они У них есть разброс в рона, если проклятие Это, уй, ай, ай Я думал, хоть один в это ударит Блин, а мне как-то надо доходить до них там сейчас Слушайте, ребята, что делать? Я не дохожу, а они потом будут ходить первые Надо что-то делать, надо как-то закрывать Ну хотя бы какая-нибудь моралька-то с работой Че делать-то? Подожди, а вот, кстати, интересный ход Да, смотри, мы сходили демоном Он больше не сходит А клон, заклинание, как бы делает возможность Да, слушайте А это, блин, неплохо, неплохо даже Надо запомнить этот ход Надо запомнить эту штуку Раз, два Замечательно Смотрите, как классно работает клон Если бы это была просто телепортация У меня бы так красиво не получилось Потому что на клон отвлекся Вот один из этих чародеев В общем, рекомендую Рекомендую Клон, круто Ой, а что-то я Я по привычке что-то Врезался этими кнутейщиками А я забыл, что у нас их совсем ничего Да, да Привык просто, что Ну, кнутейщик если дошел То он просто убивает всех А у меня этот Их там Пять штучек было Но оно все стоило того Книга магии воздуха Это не только Красивая молния Но и упокоение нежити А то развелось тут В наших краях Этой нежити беспокойной Так, ну и золотой лук Беру чисто для Статусного эффекта Типа у меня есть золотой лук Вот, бойтесь меня Ну а что, ну а вдруг Будет еще какая-нибудь коробка С магами Почему бы нет Почему бы нет Так Думаю, да Думаю, подставлюсь сюда Чтобы сразу Сразу выбежал парень к нам И мы его тут бы и поймали 2.7 Ну немного, кстати Немного Давайте подождем И что? И что? И что? Сюда пока прячусь Есть такое Тут удобное Озерцо Так И я что-то походу Обрек на верную смерть Нашу собаку Да Да, Саша Хитро Что-то по-моему По-моему Что-то я где-то ошибся Подожди А почему я демонами Не ударил? Сразу Да, кажется Я что-то Что-то я что-то перепутал Ну ладно Хорошо, что он Врубился в Воздушный элементаля А не в Ну куда ты? 39 урона Ты же даже не убил Ты даже не гражданин Ну Ну давай 10-20 Да, я мог спокойно В него тогда врезаться Не знаю Ладно Ладно Я вот когда в центре В сокровищнице Особенно когда Вот сейчас Вижу, что там в центре Никого нету И получается Я раньше Тимофея прибежал Опять волноваться начинаю Ох уж эти волнения Так Сразу строю гильдии магов Потому что мы Характеристики наши Подняли довольно Внушительно И нам нужно Не надел золотой лук Кстати Не надел золотой лук На битву с Эх Эх С конями Вот поэтому Поэтому и натупил Точно Точно Хе-хе-хе-хе-хе Так Я не знаю, кстати Что оставить в итоге Золотой лук Оставить золотой лук Ну Ну Оставлю золотой лук Он красивый такой Вы меня понимаете Ну вы же меня понимаете Да Так Раз у нас золотой лук Да Хе-хе-хе Надо Пойти коробочке Попробовать открыть Или что-нибудь еще Ммм 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 Вот там, кстати Опять чародеи Там просто как раз Зеленые сапожки Которых мне не хватает И либо в утопию Можно прыгнуть Либо сразу Нет, там страшно Там драконы золотые Ммм Ммм И Не знаю пока Вот тут, кстати, тоже очень вкусно И шапочка, которой нам не хватает И И доспехи, которых нам не хватает Можно сразу туда пойти А можно Вот тут коробка хорошая Кстати 5-9 золотых драконов И крылья ангела Мне кажется, надо начинать с них Надо начинать с артефакта Который Поможет нам передвигаться А потом уже Начинать передвигаться Жалко, конечно Что для этого придется Бить Ценных вот этих вот Кадров Стажеров Или как это правильно назвать В общем, у нас же есть Дипломатия И почему они к нам не присоединились Что их не устроило в нашем Трудовом договоре Пока не знаем Пока не знаем Ой, кстати Смотри, как встали Вот На еще шажочек бы он встал Вот нижний 24-й Вперед И ой, как вкусно бы можно было Вкуситься Вкусно вкуситься Так, не надо Туфтологии, Саша Просто бей И уходи Ау Хорошо 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 Так Ну и давайте подождем У меня за счет За счет как раз таки Машки За счет Мариус Ее особенной любви к демонам Я хожу первее этих чувачков Так И сейчас еще раз смотри Ам Красиво Ну красиво Хорошо Хорошо Вот за это можно собачек любить Вот за такие вот маленькие моменты Есть полет, который нам не нужен У нас есть уже Вся магия воздуха Теперь мы еще будем летать Осталось только убить Ох Ну конечно Восемь драконов Вот так вот подставляю Как бы вкусно Для удара Посмотрим Сработает ли Но конечно же Один из них полетит в мага Ну вот сто процентов Полетит в мага Рядом с магом ставлю Чувачка Может он не будет Ну неважно в общем Хотел сказать Может он не будет его бить Но нет Но нет Давай собака Пора Пора благословляться Сколько можно Смотри какая красота Они еще в разные стороны Так погибли Прикольно Че может О Давай Ну здорово же Вот Останавливаюсь здесь Чтобы Вот это произошло Ну считаю достойно Считаю достойно Единственное у нас Не осталось Каких-то правильных Единиц Всяких Отманивающих И Защищающихся Но ничего Ничего Давайте смотреть дальше Что нам делать Есть полет Есть просмотр воздуха Давайте посмотрим Наконец-таки Надо было это сделать Сразу наверное Так И Вот У нас Троглодит Ну Прямо под выходом Да Просто стоит Видимо Уже готовый Выходить Мне кажется Как раз таки Под конец недели Он и вышел У Троглодита Как Он либо выходит Там 1-3-2 Там 1-2-7 Да Там что-то еще Вот То есть Либо он выходит Там супер равно Либо он Скрипит Всеми Костями Но 1-3-7 Выходит Это вот Я точно знаю Уже по опыту Поэтому я думаю Он там стоит Не спроста Он там стоит Как раз таки Со своей всей армией И Прямо сейчас Бьется Так А мы Тем временем Неприятные Вот эти Вот Элементали Пытаюсь как-то Понять Как-то так Как-то отманить Как-то Куда-то их деть Но так Чтобы они Не ударили Прям сильно Больно Мне прямо В В два Моих Любимых Уже Отряда Демоны И Собаки Ну вот Вижу Как-то Так Наверное И туда Прям Внутрь Запихну Демона Так Ну Вроде Должно Сойтись Давайте Посмотреть Так Ну и Че Ну мы Отжидаем Просто Все Ману Тратить На клона Пока Наверное Нет Смысла Вот Каменную Кожу Можно Каменную Кожу Как раз Так Можно Так Ну Подходи Подходи Бездушное Создание Раз И Сейчас Два Два Ну Этого Никак Нельзя Было Избежать Вот Жалко Сейчас Или Сейчас Мы Попробуем Давай Отойдем Теперь Это Бьет Нижнего Давай Да О А Ну Ну Или Так Тоже Хорошо Посмотрим Сколько Вот Собака Был 2 9 Так Что Все Правильно Было Сделано Сейчас 9 9 Да Ой Ой Как Хорошо Ой Как Здорово Как Великолепно Спасибо Друзья Спасибо И теперь у нас есть джины Только Ифритам Не говорите Так Вижу Вторую часть Составного артефакта Кулака Огра То есть У нас уже есть Дубинка И есть вот эта штука Но ведь Смотрите Да Отличный щит Тут весь 49 Ай 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 Ну мне кажется Больно Ну в общем Смотрите Есть Один нагрудник Есть Второй Нагрудник С Титана Который Да Вот Как-то я сейчас Пытаюсь Понять Куда Мне идти Есть Дверь Измерений Да Есть Полет 670 Останется Ходов Как-то Вот сюда Взять Да Потом Прыжок Может быть Да Или сейчас Сразу Прыжок Смотрите Можем Прыгнуть Да Давайте Давайте Прыгать Если что Это вот как раз Средняя кнопка мыши Или F5 Нажимаете Там такая маленькая Менюшка С помощью которой Может включить этот квадратик Этот квадратик Как раз таки И является Дальностью Заклинания Дверь Измерений И давайте Опять бить Вот этих Мерзких Примерских Отвратительных Элементалей Мысли Но Слава богу Кстати нету Тут этого Улучшенного Отряда Может быть Даже сейчас Как-то Покомфортнее Побьемся Но это не значит Что мы тут Никого не теряем Все равно Терять Кого-то Придется Может Сейчас Как раз Будет иметь Смысл Клона Заклонировать Смотрите Как хорошо Ай Ну да Да Песель К сожалению Попался Под горячую руку И вот так Вот я встаю Чтобы Блин Вот там Дырка Не очень образовалась Надо наверное Как-то Я туда и уйду Еще хуже сделаю Подожди Ааа Еще раз Буду бить Молнией Или не буду Так Давайте подождем Еще раз Долбану Блин А что-то Она вниз Не пошла Вот же Ааа Ладно Так Саша Соберись Не торопись Ааа Он подойдет Он ударит Яй Яй Ну давай Вот прикроем Типа что ли Вот Ну одного джина Потеряли А так Могли потерять Мне родных Как бы Терять Как-то больнее Чем Всяких Всяких джинов Да Так Собачкин Давай сюда 3.11 Ну надо Тут конечно Делать 11 Of course Of course Бах Ну да Еще одного Ну давай Этот не ходил Как раз Все вроде хорошо Потери вполне себе Приемлемые Ради таких артефактов Вот честно Прям вот Титаны И короны Ну прям Все 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 люблю Все наше Так 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 Ну смотрите Характеристики У нас 14.12 10.14 Вполне себе Для конца Третьей недели И вот по старой моей тактике Я бы в конце Третьей недели Я бы такой Типа где-то У себя Еще дома Находился Подзакупался Всеми Со своими Войсками Страдал бы И плакал от того Что у меня Не хватает денег А тут смотрите Мы уже в центре У нас Отличные Характеристики Да Армия Не супер Большая Но нам Останется Только найти Какой Никакой Портал В город Например И мы сможем Смело вернуться И докупиться Но докупать Нам на самом деле Там не так Чтобы что-то есть Прям докупать Вот Но все равно Но все равно Мне кажется Вот такая вот тактика Она более Выигрышная В этом понимании Слушайте У нас есть Золотой лук Да Я думаю Гремлины оценят Наш вклад И в утопию Пойти сразу Да Просто Такой Прокачал Их Ну и пойдем В утопию Все Никого нету Зачем Прокачал Непонятно Так Ну я Предлагаю Все таки Не знаю Там Такое Стеклышко Еще лежит Хорошее Такое Важно Значительное Так Ну ищи Эта штука Давайте Сейчас По умному Все тут Сделаем Пробьемся Тут у нас Больше Сотни Железных Големов Они довольно Жирненькие Можно много Опыта Получить Причем Ну Практически Халявного Не знаю Отдам Наверное Ну Пару блесов Наверное Надо будет Накинуть Там 8 маны Было бы Еще дешевле Если бы Маги остались В живых Так На всякий случай На всякий случай Делаю это Сколько здесь 6-23 Ну вот Ай Ладно Давайте Отойдем Не будем Торопиться Спокойно Убью Нижнего Верхний Ни до кого Не дойдет И Все И все Так О Даже джинны На что-то Сгодились Хорошо Нет уж Продвинутые нападения Я верю Больше Чем Продвинутые Дипломатии Ага Защиты Стало Побольше У нас Растут Растут Характеристики Это приятно 15-15 Ой Еще и Автобоем Пробиваем Что-то Я уверен Это Золотой лук И гремлины Просто Все сделали Я уверен Просто Так Ага Еще Колдовская Сила Хорошо Есть Да Да Денег На шляпку Не хватит К сожалению Увидел Там еще Типа элемент Кулака Огра Но не хватит Не хватит Денег Взял Ману Порезать Чуть-чуть Буду восстанавливать Ману На одну единичку Больше А вы знаете Битвы с Сэром Троглодитом Они вот На этих Единичках Постоянно Строятся Там Одной Единичке Этого Не хватило Или того Не хватило Все Все идет В расчет Поэтому Даже Одна единичка Маны Вдруг Что-нибудь Дорешит Так Поехали Ну и все Джин такой Типа Посмотрел Что там Находится А Демон Просто добил Так Книга Воды Там я вижу Еще раз Смотрю А где А где А смотрите Где он Да С городским Порталом Значит Бегает Для чего Ты убежал Да закупиться Интересно Интересно Для чего Для кого Что же Ему же хуже Потому что Мы сейчас Будем Как бы Его Сторону Сокровищницы Изучать Забирать Оттуда Полезные Хорошие Предметы Вот он Придет В сокровищницу А у него Там уже Ничего И нету По крысятнически Да Я знаю Но Как говорится На войне Как на войне Так Пусть Ну и наверное Будет сейчас Погибать А почему Странно Я думал Он сейчас Влетит В горгульку Но он этого Не сделал Ладно Корону берем А это Не берем Просто посмотрел Есть ли у меня Другие части Другого составного Факта Вот этого Но Его нету Да вот Знаю что там Где-то есть Замок Думаю может Успею протонуться Вот кстати Там уже Книга Земли Виднеется Сверху И И Мне не хватит Да Нифига И Мне не хватит Да Мне не хватит Так что Смысла Тратить Ману Нету А как бы хотелось Да Обрубить Тимофею Как раз таки Возможность Сюда вернуться Вот А как вы видите Он уже здесь был Тут Пробитая охрана Меча Языков Пламени Забыл как он называется Плюс два Плюс два Понимаю Почему не взял Потому что Ну уже Наверное У него есть Что-то покруче К этому моменту Интересно Что вижу Там титанов Наверху Вот Интересно Кого пробивал Сертагладид Надеюсь Не титанов Потому что Если титанов То как Финиталя Как говорится Комедия О Кстати смотрите Кто вернулся Вижу только Вампирчиков Где остальные Так Давайте смотреть Ага Там Закупил Всякую Шушеру Так 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 Ну Выглядит Пока Все очень вкусно У меня конечно Но Тоже Не ахти Тут конечно Армеечка Посмотрим Сколько Там Сколько Там 50 99 Слушайте Ну я Надеюсь Там их Там Не 90 Вампиров Ну должно Быть нормально 57 Ну слушайте Ну 57 Вампиров А че тут Пробивать Нечего Пробивать Видимо Все таки Титанов Пробивал Тимофей На Главной Охране И Что Я Буду Делать Вот Кстати Очень Грустно И обидно Что У него Много Манны 130 12 Сил Заклинаний У нас Нету Защиты От Магии У нас Характеристики Конечно Хорошие У Тимофей Есть Защита От Магии Отлично Магии У нас Блин Вода Не Раскачана А тем Более Что Хорошо Ладно Давайте Вот так Давайте Вот так Убивать Остальных Чтобы Не мешали Здесь Я знал Я знал Говорит Ну конечно Конечно У меня Ну там Приличные силы Заклинаний Есть Мана Скорее всего Будет Жах Даже Неважно Какой Бо Это Был Но Вампиров Правильно Говорит 22 Вампира Ну да Все верно Так В любом Случа Неизбежный Ход Был Такой От Тимофея Как Антимаги Логично Наверное Я бы Делал Абсолютно Так же Так Слушайте Ну 57 Вампиров 57 Вампиров Защита 8 Атака 17 Пока Думаю Решаю Насколько Все Страшно Вампиры Быстрые Это Вот Самый Главный Плюс Который Есть То есть Скорее Всего Ведомина Под командованием Тимофея Будет Изне Сажать Быстрые Отряды Уходить От Моих Смертельных Смертельно Опасных Рогатых Демонов И Какую Тритворить Грязь Мне кажется Нам Нужно Это Пресекать Так Ну он Пока Не Доходит Я Могу Подойти Поближе Чтобы Мне Хватало Всего Лишь Два Хода Чтобы Дойти А по факту Только Один Помните Да Помните Я хочу Я хочу Я хочу Этот Мув Применить Я хочу Дойти Вперед На всех Парах Демонов Заклонировать И Как Врезаться Только Мне Нужно Чтобы Мне Никто Там Не Мешал Из Вот Этих Единичек Чтобы Он Вдруг Не Закрылся Всеми Вокруг Ай Ну Больно Чуть Ничего Страшного Вот Теперь Прям Путь Открыт Если Он Сейчас Не Идет Вперед Это Будет Ошибка И Я Перехвачу Инициативу Здесь В этом Плане Так Ждем Ага Удар И И И И ждет На месте Отлично Отлично Да Он В защите Стоит Да Удар Будет Неполный Но Удар Клона Точно Будет Заметен Смотрите 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 Так 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 Вперед Отлично И он Ходит Первее Первее 25 31 На Ух И смотрите И он И он Не восстанавливает Потому что Души Крови Нету Он Не Устанавливает Вампиров Склона Ай Хорошо Ой Хорошо Говорит Ах Поворот Вот это Поворот Да Да Мы тут Научились С Машкой Уже Такому Ходу Проходу Как Любит Говорит Сам Сэр Так Ну Смотрим Раз Хорошо Ну Немного Немного Совсем Немного С нами Характеристики С нами Мариус Так 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 Ну Ну Нет Убьет Мана Еще Есть У него Ай Ну Смотри Как Восстанавливается Красиво Поступает Так Нам Надо Не Дать Ему Довосстановиться Полностью Как Бы Таких Вот Ударов Клона У Нас Было Немного Еще Один Сейчас Будет Я Даже Вот Сниму Отмашечку Чтобы Клон Жив Остался Ой Классно Ой Как Мне Нравится Так Давай На Хорошо 15 Вампиров Ну И что Ну И что Ты Сделаешь Что Ты Сделаешь Все 15 Вампиров Не так Ты Много А Ну Да Ну Да Хорошо Хорошо Слушайте Ну че Он там Может Сидеть Значит Да Он там Может Сидеть И Вылетать И подлетать Интересно Интересно А мне Что делать Тогда Я К ним Не подойду Да Да И Нету Не могу Я Сколдовать Защиту Никакую Да Так Неприятно Неприятно То То есть Было Был бы Неплохо Если бы Я Хотя Защиту От Воздуха Мог Бы Или Не знаю Там Защиту От Огня Хоть Какую-то Защиту Хоть Что-нибудь Но Ничего Не Могу Первого Второго Заклинания Можно Про Них Вообще Забыть А Че Мне Колдовать Тогда Вообще Еще Клонов Тут Делать Из Собак Из Из Джинов А Тем более По-моему Двух Клонов Вообще Нельзя Иметь Да Если Ты Делаешь Другого Клона По-моему Первый Исчезает А Че Мне Делать Он Так Там И Будет Стоять Пока У него Ман Не Кончится Ну Не Знаю Пока Что-то Не Понимаю Пока Смотри Че Делает Ждет Ну Я Тоже Подожду Давайте Все Постоим И подождем Телевизоры Посмотрим Такое Сленговое Название У этих Заклинания Вот Этого Есть Такие Две Плазмы Такие Стоят И Показывают Тебе Старый Знаете Медиаплеер Классик Был Или Как Там Были Такие Генератор Изображение Был Ну Что-то Мне не нравится Я стою Просто Получаю Урон Он Восстанавливает Себе Вампира И Что Ну Я так Попробовал Что Могу ли Я склонировать Вампиров Под Заклинанием Да Вспомнил Героев Четвертых Не Не судите Строго Там Можно Было Клонировать Хоть Кого Угодно Главное Чтобы На нем Не было Защиты От Маги Но Тут Даже Защита Я Не знаю Я Не Представляю В общем Я Что-то Пока Не Очень Понимаю Так Ну Хорошо Силы Заклинания У него Не так Много Нам Надо Просто Отходить Чтобы Он Не Восстанавливался А он Будет Значит Бить Ну Смотри А куда Он может Еще Куда Подлететь Смотри Там Есть Кустики Справа Он Может То же Сделать Мне кажется Ему Мана Не Хватит Он Просто Мог бы Встать Вот Там Вот Эти Кустики Видите Здесь Да Где Рядом У меня Джины Там Стоят Мог бы Туда Еще Встать И Также С Этим Телевизор Работать Не Знаю Не Знаю Пока Не Понимаю Не Ну Неужели Он Меня Здесь Вампирами Забьет С Этой Вот Вампиры И Телевизоры Блин Да Камон Да Камон Ну Да Опять Обратно Ну И Что Ну Давай Ну Постоим Получается Просто Ждем Просто Ждем Хотя Бо Раунды У Заклинания Хотя Бо Закончатся Мана Мана У него Должна Закончиться Думает Тимофей Думает Раз Еще Еще Десять По десятке Да Ну Вот У тебя Еще На Один Выстрел Осталось А А А Так Не Не Нравится Куда Это Идет Сейчас У меня Никто Фу Фу Я уже Думал Сейчас Я думаю Мне никто Ходить Не будет Представляешь Представляешь Блин Так 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 Идем Отходим Подожди Нельзя терять Нельзя терять У Клода же Не будет Этого Заклинания Дизморали Да У него будет Все нормально Так что Я могу В принципе Не бояться Клонировать Но Я думаю Семнадцать Джинов Бьют Больше Чем Тридцать Два Не знаю Не знаю Раз Раз Ну все Три вампира Фу Ой Ну что Заставил Меня Заставил Меня Прям Попереживать Прям Весь Заставил У него Сейчас Только Шанс Если Если Вдруг Он Клона Убивает И у меня Никто Не ходит Вот Все Сходил Фу Все Хорошо Все Хорошо Бу Но Что-то Распереживался Ура 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 Поздравляем Нас С победой Побитая ведомина Смотрела Вслед Мариус Да Теперь Придется Искать Новые Рецепты Коктейлей Может Из свинины Попробовать Есть Еще У нас В краях Один Старый Вампир Продолжение следует is